Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! В эфире анимационно-мотивационная передача 72 точки в студии Наташа Шендрик и Александр Васин. В этом выпуске Нарштейн против Миядзаки. Кто кого? Что смотрит гендиректор телеканала 2х2? Советские Симпсоны. Опасный эксперимент про копия Уляшова. Амбициозный проект Лепота. Подробности из первых уст. Не переключайтесь. Главный редактор журнала Татлин Эдуард Кубенский известен своими революционными открытиями в промышленном дизайне. Совсем недавно Эдуард представил свой новый проект. Суровые уральские подстаканники. Сделанные из стали и надежно предохраняющие руки от горячего чая. Московский дизайнер Алексей Байтеев обнаружил в своей квартире бренд-бук «Тома и Джерри». Логотип, фирменные шрифты, размеры мышиной норы и прочие правила известного сериала. Каким образом альбом оказался в его руках, Алексей не сообщает. 17 декабря 1989 года вышел первый эпизод сериала «Симпсоны». Художник Прокопий Улешов, известный стилизатор и экспериментатор, представил, как могла бы выглядеть знаменитая семейка в исполнении легендарных советских мультипликаторов. Эдуарда Назарова, Давида Черкасского, Александра Татарского и Игоря Ковалева, Роберта Саакянца, Бориса Дежкина, Гарри Бардина. Подписывайтесь на инстаграм Прокопия. Там еще много всего интересного. Что происходит в мире мультипликации? Что сейчас нужно смотреть? В этом вопросе 72 точкам поможет разобраться режиссер и художник Михаил Алдашин, креативный продюсер студии «Союзмультфильм». У нас на студии делается довольно много. Кто следит, то видит. У нас за последние лет семь фильмы короткометражные получили около двух сотен призов на российских международных фестивалях. Кроме этого, еще в России есть, я думаю, пара десятков приличных режиссеров, за которыми надо следить, если вы хотите быть, что называется, в курсе и видеть лучшее, что у нас тут делается. Лучше всего следить за этими режиссерами и не только за ними, но и вообще за современными тенденциями, выниматься по блогам экспертов. Их не так много. Лариса Малякова, обозреватель новой газеты. Киновед Павел Шведов, он же вместе работаем на студии «Союзмультфильм». Дина Годер, он есть и отравед, и киновед, и отборщик разных фестивалей. Поэтому они делают постоянно полные обзоры и публикуют самые интересные новинки по карткометражному кино. Но и классику никто не отменял. Старая Дисней иногда доставляет удовольствие лучше, чем самая новая кино. Программа «Семидесят две точки» решила узнать, какие мультики смотрит генеральный директор телеканала «Дважды два» Денис Святский. Привет, любимые «Семидесят две точки» со специальным непричесанным репортажем. Дэн, директор «Дважды два», расскажу вам про свои любимые мультфильмы. А поскольку я люблю все мультфильмы на свете, просто перечислю самые свежие, которые посмотрел за последние несколько дней. Во-первых, «Митчеллы против машин», полнометражный мультик Sony, отлично зайдет и детям, и взрослым. Во-вторых, уже только для взрослых мультфильм «Криптозу» или «Криптозоопарк». Недавно шел в кинотеатрах в рамках фестиваля. Супер странный экспериментальный стиль анимации для ценителей, советую заценить. И прямо сейчас я смотрю не менее странный аниме-сериал, называется «Случайное такси». Это такой нуар-детектив про взрослого водителя такси Маржа, который расследует убийство девчонки. Пока что посмотрел не все серии, но то, что видел, мне очень понравилось. Там тоже очень классный стиль анимации, так что если вы всем этим интересуетесь и по описанию кажется, что норм, то зацените одним глазком. Также передача «72 точки» рекомендует обратить внимание на передачу «Новости анимации», еженедельно выходящую на телеканале «Дважды два». Соцопрос 72 точек, в котором приняло участие 84 зрителя, выявил список наиболее любимых мультфильмов. На четвертом месте «Симпсоны», мультфильмы студии Pixar, «Удивительный мир Гамбала», «Остров собак», мультфильмы Юрия Норштейна и «По ту сторону изгороди». Эти мультфильмы получили по три голоса. Третье место делят «Душа», «Смешарики», «Рик и Морти», «Тайна Келтс». Им отдано по четыре голоса. На втором месте «Время приключений» – пять голосов. Абсолютным лидером, как обычно, оказался Миядзаки. Одиннадцать респондентов отметили этого режиссера. Мультфильмы – это для детей или для взрослых? Легкий жанр или важнейший из искусств? Свой ответ передача «72 точки» дает режиссер-мультипликатор Юра Богуславский. Мне кажется, что мультипликация, она очень связана с жизнью. Что это такое очень общечеловеческое искусство, которое очень много говорит про нас, про нас, людей. И очень связано с любовью. Потому что все дети любят мультфильмы. Эта любовь остается потом и во взрослом возрасте. И мультипликация – это целые миры, очень разные, очень непохожие друг на друга. Такие же, как и люди, непохожие друг на друга. И вот эту любовь она передает даже без слов, без каких-то границ, которые существуют между странами, языками. Потому что мультипликация сама по себе – это такой мега-универсальный язык. На вопрос «Что же такое мультипликация?» отвечает режиссер-мультипликатор Илья Юдович. Анимация – это магия, в буквальном смысле. Это всегда шаманская акция. Это какое-то моделирование мира, настоящего, прошлого, будущего, параллельного какого-то. С помощью этой модели мы лучше можем понять мир, в котором мы живем, в котором тоже очень много магии. У графических дизайнеров есть не только гильветика и абстракт. В 2018 году школа дизайна «Бэнк Бэнк Эдюкейшн» выпустила фильм «Сто лет дизайна». А в 2019-м – 33 слова о дизайне. О новом киноальмонахе «Лепота» рассказывает Наташа Климчук. Привет! В школе «Бэнк Бэнк Эдюкейшн» праздник. Мы снимаем третий кинальмонах, на этот раз про русскую эстетику. Он называется «Лепота». Мы надеемся показать его в середине июня. И осенью наши друзья «Бэнк Фильм Фестиваль» снова будут делать прокат этого фильма. В нем снова мы собрали лучшие таланты дизайнеров и дизайн-студии, которые будут думать о том, что кроме кжели, хохломы, матрешек, балалаек мы можем взять с собой в будущее. До встречи в кинотеатрах! И о погоде. В Токио, где живет и работает Хаяо Миядзаки, ясно. И только вечером небольшая облачность. С вами были Наташа Шендрик и Александр Васин. Присылайте нам информацию, и мы сделаем из нее новости. Редактор субтитров А.Семкин